Добрый вечер, друзья! Вечера в музее Яндекса — это регулярный цикл мероприятий, лекций, встреч, посвященных истории вычислительной техники. Спасибо, что вы пришли на один из наших вечеров. Привет тем, кто смотрит нас в записи. 33 года назад, в 1986 году, журнал «Радио» опубликовал цикл статей, посвященных тому, как продвинутый радиолюбитель мог бы собрать микрокомпьютер в домашних условиях. И тысячи радиолюбителей по всей стране начали это делать и собирать компьютер, получивший название «Радио 86РК». Чуть позже подтянулись и машины промышленного производства. Можно смело утверждать, что это стало важной вехой в истории компьютеризации нашей страны и в истории формирования сообщества людей, интересующихся компьютерными технологиями. Для многих это стало первой возможностью получить компьютер дома. Сегодня у нас в гостях Геннадий Вадимович Деленко и Сергей Николаевич Попов, соавторы этого цикла статей. Спасибо, что уделили нам время. Прежде всего я хочу поблагодарить молодых сотрудников Яндекса, которые вспомнили и помнят о нас и о истории нашей вычислительной техники. Когда мы обсуждали план этого мероприятия, вдруг возник, ну не у нас, конечно, а у молодых, неожиданный вопрос. А как вам работалось дальше многоточие? Итак, я сразу сообразил, что по словам работалось у него в виду давно и в Советском Союзе. Я думаю, что я бы ответил нормально, но это слишком короткий ответ. И думаю, что все, что мы будем дальше о чем говорить, это как раз будет ответом на этот вопрос. Правильно? Правильно, спасибо. А давайте начнем, наверное, с самого начала. Расскажите, как вы вообще пришли в электронику? Ну, этот вопрос такой странный, потому что это были… Ну, даже вам это трудно представить. Начало, конец 40-х, начало 50-х годов. Ну, первое, что мы делали, это детекторный приемник. Это было, в общем, такое занятие странное, нормальное. Потом появились электронные лампы, тоже что-то начали делать. Но, понимаете, вот тогда была ситуация такая, что технология была не так хорошо, не так мощно развита, что можно самому из деталей что-то слепить. И в то же время вот то, что ты слепил, оно в магазинах или очень дорого стоило, или не продавалось. А это был мощный такой заряд, чтобы что-то делать. Ну, и мы все что-то, в общем, делали. Вот с этого все началось. Мой путь в электронику начался попозже. И начался он с преступления. Сейчас уже можно об этом рассказать. Срок давности вышел? А? Срок давности вышел. Срок давности вышел. Это, наверное, была середина 60-х. Я тоже попытался сделать свой детекторный приемник. Все у меня было и провод, и диод, и наушник. У меня не было на что намотать катушку детекторного приемника. Поэтому я отпилил от отцовской лопаты вот такой кусочек и намотал эту катушку. Отец потом долго удивлялся, что тут лопата какая-то короткая у меня стала. А приемник заработал. Это была несказанная радость. Не помню, лет 12, наверное, мне было. Вот так и пошло с тех пор. А сейчас я... Знаете что? Вот я сейчас посмотрел на нас, Геннадий Владимирович, на вас здесь сидящих. Когда-то Андрей Петрович Ершов был такой академик, единственный, наверное, наш академик по программированию, академик советских времен. Он написал такую фразу. Персональный компьютер – это первое млекопитающее в период, в эпоху динозавров. Так вот, посмотрев на нас, Геннадий Владимирович, и на вас, я подумал, что вот два последних динозавра пришли чего-то вам рассказывать. Ну, это было такое отступление небольшое. Потом вы решили связать собственную жизнь с электроникой и пошли этому учиться. Электронику я всегда рассматривал в молодости как хобби. И для меня это была, как это, вторая работа по совместительству. Потому что заканчивал я Балмутский институт по специальности, связанной с оптикой. Но в 75-м году в библиотеке мне попался журнал «Электроникс». Тогда переводили с английского и буквально 2-3 месяца проходило. 2-3 месяца, не больше. И на обложке было написано «микропроцессор». Я не знал, что это такое. Но когда я прочитал это слово, я понял, это мое. Я зачитал этот журнал «Дадыр» и стал искать, как бы убежать с этой ракетной космической фирмы, которая работала по распределению, и заняться именно микропроцессором. И пришел туда, куда надо, как выяснилось. А вы, Геннадий Вадимович, уже занимались к этому моменту? Да, это произошло очень тоже странно. Опять этот же самый журнал, но чуть раньше «Электроникс» переводной. Все отлично. А в Советском Союзе было так очень странно устроено, что мы, разработчики какой-то аппаратуры, это я только после ВУЗа пришел в институт, такой есть институт, институт точной механики, его числительные техники, то под конец года ты должен написать ту комплектацию, которая тебе понадобится в следующем году для каких-то разработок. Ну, мы сидели и сочиняли. Половину писали то, что понадобится, а другую половину то, что просто так. Что душа попросит, да? Что душа попросит? Нет, что душа попросит, или просто посмотрели в журнале, или просто вот я там делал магнитофон, я заказал себе двигатель для магнитофона. Ну, к примеру. Никто на это особо внимания не обращал. И самое странное, что все это приходило. И вот, увидев этот журнал, я написал микропроцессор Intel 8080, и все это ушло. Потом я даже уволился из этой организации. Иду как-то по улице, и вдруг встречаю девушку, которая была там каким-то начальником, и говорит, это через полгода, и говорит, слушай, ты это какое-то дерьмо там заказал. Ты приходи, иначе я все выкину нафиг. Ну, я пришел, оказалась довольно такая красивая коробка, там лежало большое руководство по применению, и штук пять микросхем. Вот с этого все началось. Я тут с радостью хватился, и вперед, 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 и поехали. Судьбоносная посылка. Да. А потом, уже когда там Сергей Николаевич, однажды проходя, это была улица Кирова, сейчас это называется Мясницкая, по этой Мясницкой, у нас шлепнуло в голову, они зайти, и там видим вывеску, журнал радио, они зайтили нам туда. Ну, вот просто, они зайтили там туда. Ну, мы взяли и зашли. А там был такой заместитель главного редактора Степанов, он почему-то за это, ну, так нам показалось, он, видимо, тоже нос в поветру держал, почему-то за это ухватился, и мы начали вот эту безумную по размерам публикацию. Давайте на секундочку вернемся. Вот вы говорите, что вы прекрасно были в курсе происходящего вообще в мире электроники, потому что журналы переводились с отставанием в три месяца. Как тогда, на ваш взгляд, было, собственно, состояние советской радиоэлектроники по сравнению с тем, что вы увидели в переводных публикациях? Ну, это трудно сказать. В общем, такого отставания, как сейчас, наверное, все-таки, в общем-то, не было. Значит, ну, в чем там вообще была проблема? Вот смотрите, как все было устроено. Во главе этой самой министерства радиопромышленности, ну, там оно, может, чуть по-другому называлось, или такого другого министерства, обычно вставал некий, ну, естественно, член партии, это, само собой, работник, который в этой отрасли долго работал. И вот в качестве министра радиопромышленности стал, такая фамилия, Горшков был, он стал там, но при этом он работал в этой промышленности радиоэлектронной, но он был навсего, всего-навсего начальник инструментального цеха, и, конечно, в электронике ничего не понимал. И что он по поводу персональной нашей публикации? Ну, Геннадий Вадимович немного вперед забегает, я чувствую. Николай Васильевич Горшков, как-то мы его, раз уж его затронули, мы пригласили к себе на кафедру по поводу, по какому-то хорошему поводу. По поводу открытия этой кафедры. Да, по поводу открытия кафедры. Так как у нас работал сын этого Николая Васильевича Горшкова, пригласили его отца, показали ему наш компьютер микро-80, все вроде ему рассказали, а он очень скептически на все это смотрел, приобнял, помню, так меня за плечо и говорит, знаете, ребята, вы занимаетесь ерундой. Дураки. Вы вообще знаете, что такое компьютер? Ну, мы, конечно, сразу уставились в рот начальства, он говорит, компьютер, это 100 квадратных метров помещения, 30-50 человек обслуживающего персонала, 30 литров спирта на промывку контактов. Это очень важно. В месяц? В месяц там. Мегаватт электроэнергии за месяц. Вот этот компьютер, он персональным быть не может и никогда не будет. Персональным бывает машина, дача, пенсия. Персональный компьютер, ребята, это нонсенс. Вот примерно так он нам объяснил. Министр промышленности этой самой. И ничего тут не поделаешь. Хорошо, что мы его не послушались потом. Нет, ну, это само время было такое. А дальше все потекло, поехало. Ведь что такое 70-е годы? Значит, вот сейчас всякие там слова существуют, а тогда было, которые эпоху характеризуют, ну, там когда-то был спутник, слово во всем мире не шаттл, а спутник. А тогда было слово детант. И вот в 70-е годы в Советский Союз приезжает американский президент Никсон, они с Брежневым там целуются и так далее, заключают вот самый договор, из которого сейчас американцы выходят. Вот, все окей, и под это дело Никсон разрешает, разрешает, это было запрещено строжайше, продать Советский Союз оборудование для производства микросхем самое-самое современное американское оборудование. И оно поступило в Зеленоград и в Киев. Киев так вот, НПО-Кристалл в Киеве было. Ну вот, и тогда все вроде бы окей, наши смогли чего-то делать нормальные микросхемы. И в 74-м году американцы выпускают первый нормальный микропроцессор Intel 80-80. И наши тут же его передирают. передирают опять-таки не в смысле сленга, вот я говорю, передирают, а передирают самым настоящим образом. Есть такой термин скрабируют. Слой за слоем микросхемы сдирается, фотографируется, делаются соответствующие маски, и потом оборудование есть, маска есть, и поэтому можно воспроизвести эту схему, даже не понимая, как она работает. Ну, что и было в этом самом в Киеве сделано. И уже в 76-м где-то году появился микропроцессор со странным названием МПК-25. Если кто-нибудь из вас сейчас угадает, почему так называется, то я прям сдаюсь. Маловероятно. Маловероятно. Микропроцессор к 25-му съезду. Ну, ребят, и под таким названием он существовал года два, потом он стал К580, К80 и так далее. То есть, вот таково первое появление вот этой элементной базы. Но вы получили оригинальный интеловский комплект тогда, когда заказали его? Нет, я... Или советскую? Нет, я получил только в той коробке, в которой... А дальше это все производство кристалла. А вот в той коробке вы получили импортный? Ну, американцы прислали. как, по-другому. Это прислали американцы. и какой это был год? Ну, опять... Ой, не могу, не буду врать, не вспомню. 77-й. 77-й где-то такой. А, да, 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 нет, даже пораньше, наверное. Пораньше, 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 потому что 77-й мы уже там бегали и пытались что-то делать. И началась, стала быть, работа над микро-80? Ну, сначала гораздо проще, а потом над микро-80. Во-первых, микро-80 не существовало никогда. Это вот наша гордость такая, что мы публиковали схемы, потом по этим схемам кто-то что-то собирал, и, как ни странно это у них начинало работать. Это был такой момент, когда мы там писали письма, вы не представляете сколько писем писала, писала со всякими вопросами и так далее. Ну, как ни странно, оно начало работать само без нашего участия, когда все это собрали в кучу. Конечно, отдельные фрагменты мы там проверяли, но чтобы все это было вот так. А сколько человек было у вас в коллективе работающего на Микро-80? Ну, вот, Геннадий Вадимович, я, Виктор Панов, Марина, не забывай, была такая. Была программистка Марина. Ну, нет, народу было побольше, но вот так вот целенаправленно занимались этим 3-4 человека. Да, да, да. И кто из вас что делал? Вот это странный вопрос. Все-все? Ну, не совсем все-все, но, в общем-то, где-то в части пересекали с этим множеством. Значит, Геннадий Вадимович, я скажу так. Я был как бы так не совсем родным членом коллектива. Они все закончили институт по этой специальности, работали по этой специальности. А я пришел к ним немножко попозже. У них было сложившееся вот у моих коллег представление примерно такое, как рассказывал министр Горшков. А я сразу подумал, мне такую штуку очень хочется домой. И после этого... Это побудительная причина. именно она, конечно. А что еще двигатель? Лень и, так сказать, желание в что-нибудь иметь, двигатель прогресса. Перфоратор не утащишь, не утащишь. А в терминал, там, видеоатон, весом 40 килограмм, тоже не утащишь. Я уж не говорю. Или перфосчитыватель ФС-1501 чешского производства. Это было удивительное устройство. Когда в него запускалась перфолента, она по инерции, если там ничего не мешает впереди, метров на 15 вперед могла улететь. Ну, не на 15, но далеко. Да, но для этого надо было специальную корзину подставлять, потом аккуратно сматывать. Поэтому пришлось подумать о том, чем все это заменить. Потому что микропроцессор это да, а все остальное. Ну, там много чего остального. И вот Сергей впервые пристыковал жесткий диск там такого большого формата. Это был мучительный процесс. Это был польский дисковод. Не знаю, они, по-моему, сами его сделали. Потому что в отличие от мирового стандарта уже сложившегося, там была фирма Шугарт как таковая, они почему-то, когда выдается команда позиционирования на нулевую дорожку, они отправляли ее на минус первую. И нигде ни слова об этом не говорилось. И мучений столько было. Потом пришлось обмануть контроль, чтобы он... Слушай, а мне в голову только сейчас пришло, почему минус первая. Ведь если вы поедете на Западе, то то, что у нас называется первый этаж, это нулевой, а то, что ниже, это минус первая. Может быть, как раз... И, наверное, это так, мы просто этого не понимали. Это только сейчас я сообразил. Тогда же, в начале самых 80-х годов мы познакомились еще с людьми в Москве, которые занимались, пытались заниматься именно тем же самым. Ну, это чуть попозже, давай расскажем про это. Хорошо. Вот. Ну, а в принципе-то вообще, что происходило, как развивалась микроэлектроника? Значит, к 70-му году научились микроэлектронщики, электронщики, отнюдь не разработчики там аппаратуры, научились делать калькуляторы, научились делать игрушки, научились делать память. При этом, чтобы сделать калькулятор, чтобы сделать электронные часы, и чтобы сделать все эти вещи, надо иметь, как бы это сейчас выразилось, инвестиции довольно значительные, чтобы потом это окупилось. А чтобы это окупилось, производство должно быть крупносерийным. Так вот, часы, калькуляторы и так далее, все, получилось. А дальше полный затык. И чего делать? В 80-е годы, самые-самые начала, даже конец, конец 69-х. И вот фирма, это просто история немного, фирма Intel, как всегда, ленивые инженеры. Ленивые инженеры, они всегда делают то, что надо. Японцы попросили разработать триспи, заключили договор, смешная сумма была, всего 50 тысяч баксов для такого договора. Они должны были сделать 4 разных калькулятора, специализированных, для чего-то, там не важно. А ленивые инженеры сказали, ребят, да нафиг это нам 4? Мы вот сделаем 1, а тут немного перепаяем, тут немного перепрограммируем, и у нас получится 4. И они это сделали. Они там сейчас, в Америке, самые-самые считаются, где-то там на памятниках их имена пишут. Они это сделали. А руководство фирмы Intel увидело в этом вот этот самый знак, что можно что-то сделать, что потом потребитель под себя поимеет. Что-то универсальное. И сделали это универсальное. Первый, совершенно дурацкие микроконтроллеры, они наняли тут же разработчиков уже системотехников, и где-то вот к 74-му году появился этот самый 80-80. А дальше еще забавнее была история. Значит, дальше там 89-й, по-моему, да, 86-й появился процессор. Ну, где-то там, да. То есть 79-й, да. 79-й, да. Вот. Ну и его еще можно было делать на том оборудовании, которое, условно говоря, разрешил продать Никсон. А дальше все, дальше на этом наша микроэлектроника вроде бы так благополучно остановилась. И вот тут еще один момент, что надо понимать, когда нам очень часто говорят, вот мы там впервые сделаем. Значит, фирма Моторола сделала процессор на два или три месяца позже, всего-навсего, которые гораздо, как все писали, гораздо лучше. Ну, во-первых, они опоздали на два месяца, а во-вторых, фирма Intel была столь хитра, что она придумала себе вторых поставщиков бесплатных, японцы и немцы, и поэтому любой разработчик, который смотрел, ага, вот это лучше, но он единственный, вдруг это Моторола раздорится. Выбор 68 тысяч. Что? 68 тысяч. А здесь я поставлю, если эти разорятся, то вот эти будут делать и все. Так что, когда нам тут иногда говорят, а вот мы разработали во всем мире, даже если вы что-то хорошее разработали, вряд ли это найдет вот такой. Надо еще произвести. Геннадий Вадимович, ты решил назад шагами пойти по времени? Мы знаем, есть такая стрела времени, туда-сюда. Ну, естественно, туда-сюда. А я защищу наших разработчиков. Вот, коллеги дорогие, вы знаете, когда была произведена первая мини-ВМ? В каком году и в какой стране? Наверное, все мне сейчас скажут PDP-8. Один же, до восьми. А? PDP-1 же, явно до восьми. Так вот, 63-й год, в Ленинграде, двое советских инженеров, одного звали Альфред Сарант, правда, по паспорту он был Филипп Георгиевич Старос, а второго Джоэл Барр и Осип Вениаминович Берг. Они сделали мини-ВМ, наверное, все-таки первую в мире, УМ-1-НХ, управляющая машина номер один для народного хозяйства. Слушай, а может быть, это были немцы? Это были два наших разведчика, которые приехали с холода и встраивались в нашу советскую реальность. Дело в том, что еще в середине 90-х годов в прокатном цехе Северстали такой компьютер стоял и управлял прокаткой. Это удивительный факт. А? Это удивительный факт. Вот именно. Ну, ведь еще там это был такой нестандартный вариант, потому что после войны многие... Вот Пантехорво, ядерный физик, он тоже оттуда смылся и работал у нас. И там много таких было немецких специалистов. Не только в Америку ехали, но и часто ехали и сюда. не всегда по собственной инициативе? Нет, но Пантехорво по собственной инициативе. Нет, коммунизм был очень моден в то время вообще-то. И поэтому наверняка это вот вы сейчас так считаете. А на самом деле это было прям считалось, что очень прогрессивное строе, но может она на самом деле прогрессивная, это я не знаю, но принципиально в общем-то... Геннадий Вадимович, коммунистическую партию закрыли в 91-м. Ты там не был, я там не был. Я там не был. Может, про микропроцессоры вернемся? Давайте к микро-80 действительно вернемся. Так, ну а микро-80 ведь его уже не было. Ну как же не было. Не, не микро-80. Подожди, подожди, посмотрите на картинку. Вот справа любитель вот уже сейчас по-моему в 15-й или не знаю какой год. Вот он собрал. Зачем он это сделал? Я не знаю. Но он собрал микро-80, что-то она у него работает. А слева вон там стоит ящичек, где ваш покорный слуга лет на 40 баложе нажимает тумблерочки. Была, была микро-80. Но она была не такая. Она была не такая. поэтому тут интереснее даже поговорить про программное обеспечение. Давайте действительно поговорим. Значит, тут совсем была такая история. Значит, появился вот этот самый процессор 80-80. Все на нем на западе стали лепить всякие мелкие машинки или всякие там устройства. Был такой журнал байт. И, по-моему, откуда мы монитор содрали, я не знаю, из какого журнала. Но это все было опубликовано. И были коды, там все опубликовано, все как тип-топ. Но что такое монитор? Монитор это то, что в IBM называется биос. это некая программка малюсенькая. Ну, тут не малюсенькая, а там была малюсенькая, которая позволяла как-то оживить вот этот самый комплект и чтобы этот комплект реагировал с какими-то внешними устройствами, там еще с чем-то. А вы не помните, с какой машины западной был этот монитор? А это ни с какой машины не было, он был универсальный. Это была публикация в Байте, еще где-то. И здесь никаких проблем, просто мы все это активно сделали как надо. Но в том-то и дело, что он стал настолько универсальным, что появился язык, допустим, первый basic, который работал под этим монитором. Откуда он взялся, я уже говорил. Значит, сокольники. Очень в те годы модно было, сейчас это почти никто и не помнит и не знает, устраивать выставки зарубежные, посвященные всяким техническим штукам. Из-за рубежа к нам ехали вовсю, вот это все, как вам там работалось, вовсю, почему? Им хотелось, они чувствовали, что это будет рынок Советский Союз, и поэтому надо свою продукцию показывать, свои микросхемы показывать. И вот мы однажды, посетив американские павильо, ну или стенд, я уж там не знаю, посетив, мы, извините за такое выражение, я не буду говорить, позаимствовали два рулона перфоленты. Кстати, на секундочку прерву вас, я не уверен, все ли в нашей аудитории вообще знают, как выглядит перфолента, наверное, не застали. Ну, я думаю, перфоленты все-таки знают, что это такое. Я позволю себе показать на всякий случай. Очень надежный носитель, если правда. Вот оно вот такого размера было, почему я вспомнил про, что у нас была еще программист Марина, Марина отвлекала американцев, а мы заимствовали. Обеспечила программную обеспеченность. Дальше, значит, мы притащили это к себе, но так как этот монитор универсальный, у меня от какой-то машины, то, естественно, мы заткнули эту перфоленту и, как ни странно, она, в общем-то, вроде бы как начала работать. Правда, они там испортили первые две команды, чтобы так просто это не запустилось, но все-таки, кстати, это тоже Марина, догадалась, что там исправить и оно заработало. И написала на экране «Go to». Ну, мы это перевели по-русски, да пошел ты. И вместо того, чтобы вводить там какие-то... Мы несколько дней так смотрели, ну, что же дальше делать? Не только потом где-то мы вычитали, что это у них такое приглашение. Ну, вот, и все заработало. Но самое странное и самое интересное, что когда мы позаимствовали это, принесли это к себе в МИЭМ, эту перфоленту, и вдруг через два дня появляется, ну, наш ровесник, пацан тоже тогда, но тогда это мы все-таки были молодые, и говорит, слушайте, а мы все видели. Я говорю, чего вы все видели? Он доставит корочку КГБ и говорит, давай делиться. И мы начали делиться. Мы ему это отдали, он нам там еще кое-что отдал, а потом появился такой институт, не ищет МАШ, и вот без всяких денег, без всего, все это вот так вот по кругу, по кругу пошло. Вот это настолько странно, вот сейчас, сейчас мы все бы деньги хоть просили, за что, а тогда это просто вот обычное любопытство, и вообще все, все такое. А зачем КГБшнику была лента с бейсиком? Чего? А зачем КГБшнику была лента с бейсиком? Вы знаете, это не была лента с бейсиком. Нет, ну, во-первых, вы, опять-таки, до сих пор не понимаете, что такое ФСБ и что такое КГБ. Геннадий Владимирович, а можно я отвечу? Я еще раз говорю, это не была лента с бейсиком, это была лента с игрой, называлась она «Посадка на Луну». Ну, и второй, это губернатор коммунистического острова, вторая лента. Игра, так как переходы были изменены в интерпретаторе, то игра запускалась сразу. без приглашения на экране. Мы даже не догадывались, что там бейсик внутри. Только потом мы до него добрались. Нет, мы догадались. Значит, а догадались почему? Ну, тут специалисты, они понимают. Есть компилятор, есть интерпретатор. Интерпретатор – это тот, который всегда сидит в памяти и каждую команду интерпретирует. одна программа была вот где-то этот коммунистический остров была длинная с текстами, черт какая, а другая просто «Посади лунник», небольшая математическая формула и, в общем, больше ничего. А рулоны одинаковые. Так вот, оказывается, в рулоне был всегда этот самый интерпретатор, основную часть рулона занимала, и чуть-чуть вот эта игрушка. Поэтому мы, в общем-то, где-то и догадались. Но это все вот на таком уровне. А насчет, вот я все-таки хочу сказать, а зачем там КГБ? А ведь КГБ, он же пришел не потому, что вот он из КГБ, а потому, что он там, в этом КГБ, занимался тоже разработкой всякой аппаратуры. И он тоже болтался вокруг американского стенда и просто он видел, как мы это сделали. На самом деле, вообще все это было довольно смешно. Потом, уже когда там все это мы с ними закорешили с этими ФСБшниками, однажды мы пришли опять на очередную американскую выставку, чтобы иметь вот эти каталоги. Значит, приходим, садимся, они, значит, угощают нас этим самым кофе, т-т-т-т-т, выдают каталоги и уходим. Он говорит, ну, ты знаешь, ты им и работу задал. Я говорю, а я-то тут при чем? А очень, говорит, при этом, что говорит, вот они знают, я представился, что я издубный, но они-то знают, что я не издубный. Я знаю, что вот этот разработчик, этот ЦРУшник и так далее, а вот тебя они не знают. И вот для этого у них это проблема. Ну вот, это вот те времена, когда вот все это вот крутилось и разрабатывалось. и главное, самое забавное, что никаких денег это вот все наиболее. Ничего забавного. И зарплаты тоже было никаких денег особых. Ну, насчет зарплаты ты подожди. Сейчас я вам скажу. Ой, Геннадий Вадимович, извини, зато он вам не буду. тебе про зарплату расскажу. Значит, средняя зарплата по стране была, ну, там, 160 рублей, 160. Значит, молодой специалист, который приходил, 110, там ведущий инженер 200, а вот, извините, доцент 360 и плюс еще половину, почти 500. И вот, когда я вдруг стал доцентом, я получил месяца три эти деньги, а потом случилась перестройка. И все. Ну, до этого мы еще дойдем. Ну, дойдем, да. А как вы в своей лаборатории, в своем институте, собственно, использовали микро-80? Чуть-чуть. Как вы использовали микро-80? Вот вы же... Да, в общем-то, никак. Да как же никак-то, Геннадий Вадимович? Нет. А, про диссертацию. Понятно, понятно, понятно. Расскажи. Мы печатали гороскопы для заинтересованных руководящих лиц. Это была такая мода, все, кому не лень. Если незаметно нажать одну кнопку на клаве, то гороскоп всегда выдавался идеальный. И так все радовались, боже мой. А еще, конечно, диссертации печатали. Причем уже был... Да не диссертации, а все на все пару. Твою и бою. Ну, хотя бы. Формально диссертации. Так вот, когда я принес своему руководителю напечатанную диссертацию, он ее листал, делал вид, что что-то читает, а потом говорит, а где ты взял такую машинистку? Я говорю, а что такое? Он говорит, посмотри, как ей удается правый край выравнивать. Она что, рассчитывает и проводит? Пришлось ему рассказать, чем мы занимаемся. Про это? Да. Это очень забавно. Давай, начинай. Сереж. Это актуал, как вы думаете? Александров. Подожди, кто такой Александров? Вы знаете или нет? Это президент Академии наук СССР. Это вообще выше крыши человек. В общем, тогда очень уважали Академию наук СССР. Сейчас даже вы никто не знаете, кто у нас президент Академии наук. Ну, практически. А тогда это был вообще небожитель. Это 83-й год. В помещении Совмина, вот Белый дом, который сейчас, проводилась выставка. В один из дней я был дежурным. Устенда. Вот какая выставка? Это тоже очень важно. Выставка учебного оборудования. То есть, тогда правительство интересовалось, а чего там, как учат? Ну, по-моему, она называлась ученый Минвуза. Минвуза. Ну, неважно. Ну, неважно. В стране. Ну, что-то в этом духе. Я сидел, от нечего делать, рисовал на экранчике с разрешением 128 на 64 точки и нарисовал вот такую рожицу. И тут слышал за спиной какое-то перешептывание странное. А то народу никого не было. Я отвлекся, оборачиваясь, стоит академик Александров и говорит, нет, это ты меня нарисовал? Я говорю, нет, так получилось. Говорит, а что это вообще за штука? Ну, рассказал. Он говорит, это интересно. Я хочу об этом знать больше. Я тут же позвонил к коллегам. И ушел. И ушел. Зачем мне Геннадий Вадимович расскажет дальше. И тут меня не успело на следующий день идти на работу. Меня взяли за задницу и говорят, вот ты Александров билел, беги к нему. Я говорю, это как это я побегу? Кто сказал, где что? А мы не знаем. Ну, на меня давят. У меня пришла прекрасная мысль. Я беру обычный справочник московский Академии наук СССР. Набираю номер и говорю, здравствуйте. Вот вы знаете, академик Александров просил, чтобы я приехал. Ну, на том конце, да, появился очередной шизофреник, бросаю трубку. Через некоторое время я опять звоню и опять начинаю объяснять, что вот чего-то там случилось. Эта мадам все-таки более была разумительна. Она говорит, подождите минутку. Через некоторое время приходит мужик, который, видимо, всеми управляет. Я ему долго рассказываю. Он потом чего-то там проверяет, просит перезвонить. Я перезвоню. Он говорит, ну ладно, я все понял, я заказываю вам пропуск. Я говорю, ну это хорошо, но я один-то не могу, ну и ректор, начальнику. Ну ладно, я ему тоже закажу. Значит, приезжаем мы в этот самый, в Академию наук. Это не скучный сад. Это не которые огромные здания сейчас, а вот там в Нескучном саду. Значит, очень забавное такое место, где на кабинетах таблички с фамилиями, но ни слова, должность и вообще ничего. Просто вот такая, просто Александров АП. Кто знает, тот знает. Чего? Кто знает, тот знает. Да, да. Заходим мы в этот Александров АП, там сидит секретарь, говорит, вы откуда? Я говорю, из института, из МИЭМа, Московского института электронного машиностроения. А я вчера купила телевизор, он у меня сломался. И как она попрет на это у нашего реактора, тот сидит в сторонке вот такой вот из себя. И вдруг зверь открывается и появляется Александров. Вот как было в Советском Союзе застроено. По телевизору он был именно таким. А на самом деле он оказался горбатым, небольшого роста. Ну вот, этот, вот. Ой, мальчики, это он мне, проходи, проходи, так смотрит подозрительно на этого нашего ректора. И всю дорогу мы что-то там с ним разговариваем мне о чем-то. И при этом он мне говорит, ой, говорит, у меня там дочь, вот я к тебе в сентябре позвоню, пожалуйста, приехай, ее там поучить чему-то надо в смысле программирования. Ну, я говорю, ага, ага, и все нормально. Потом очень забавный эпизод. Значит, мы делали эту микрошу, а Велихов, кто такой Велихов? Это бывший директор института Курчатова. Сейчас он иногда появляется на экранах телевизора, но очень редко. Ну, он потому что очень старый стал. Велихов, ну, то есть сама личность тоже вот такая, директор института Курчатова. Александр говорит, а это Велихов, Евгений, ну, не важно. Он говорит, а Женьку-то ты знаешь? Я понял, о чем речь, я говорю, ну, да, но я просто где-то его на выставке видел, и все. И ушли. Этот ректор меня спрашивает, слушай, а кто такой Женька? Я говорю, как кто такой Велихов? Это вот и хоть стой, хоть падай. Это вот. А дальше моя судьба могла бы быть совсем другой. Но тут Чернобыль, это как раз было весной, и все. И все, конечно, уже забыли про все, этот Александров, ну, и так далее. Про Микро-80 вы уже публиковали цикл статей в журнале радио. Да, я ему принес целый тип этих статей, и он, только расскажи, что Александров про журнал радио. Ну, во-первых, мы подарили Александрову, сделанные на коленке, один из первых экземпляров радио 86 РК. Это было такое. А потом Александров расчувствовался, говорит, вот я ведь тоже был радиолюбителем. У него такие шкафы книжные, где-то на самом верху подшивка журналов. Он говорит, вон там за 29-й год статья моя. А еще такой вот забавно, насколько вообще все было по-разному. я там ему и говорю, а вот когда начали в журнале публиковать радиоприемники в виде мыльницы сделанные, он жмет плечами и не понимает, о чем я говорю. И тут я понимаю, что я говорю о каком-то приемнике в виде мыльницы, а он в этот момент делал бомбу. Понятно. постепенно вы переходите к работе действительно вот над радио 86 РК. Конечно, микро 80, видимо, была существенно больше машина. Как происходила работа над радио 86? Ну, это появился молодой человек такой, Юра Озеров, который уже его. Ну, и вот он там решил все это скомпоновать. Ну, в общем-то, воспользовавшись тем программным обеспечением, которое наработано было, воспользовавшись используя тот самый монитор, он максимально уменьшил количество микросхем, которые могли там быть, при этом ориентируясь на советскую элементную базу. а что, больше я тут рассказать ничего не могу. А дальше мы там где-то заказали печатную плату, потому что мы не смогли так красиво и хорошо сами развести. в общем, все это вот так вот. И появилось вот это. но это уже настоящая работающая штука, которая во многих, наверное, тысячах экземплярах распространялась. Кстати, кроме журнала радио, надо сказать, что мы читали кучу лекций, в том числе во Фрязино, вот в этих центрах электронной промышленности, где вперед и пытались донести, что такое Intel Intel 8080. Это, в общем, тоже такая момент. Вот, кстати, вот этот самый КГБшник, который молодой, он очень жалел, что его начальство никак не хотело применять вот этот процессор. Вот он пытался воткнуть, но вот это опять же просто интерес, вот им это было интересно, и в конце концов он победил свое начальство. Вот мы, кстати, говорим о журнале радио и об охвате аудитории. А какой был примерно тираж журнала? Ну, полтора миллиона, это как... Да, в те годы именно так. Сегодня сложно представить даже такой. Да, подписаться на него было вообще почти невозможно, то есть народ это... И вот эти письма, которых вот они у меня сейчас валяются там в виде мешка несколько тысяч штук, они приходили со всего Советского Союза, из Польши, из Германии несколько писем, частные лица писали, писали всякие там руководители предприятий, то есть вот когда это смотришь, что как-то очень обидно становится за страну, которую мы потеряли. То есть вот эта география была огромная. Стало быть, компьютер идет в народ. А вот вы говорите, что получали письма от людей, они вам прямо на домашний адрес писали? Нет, они писали в журнал радио, а те пересылали на домашний адрес. То есть это так устроено. И при этом ставили номер письма. Но были самые настойчивые. Несмотря на то, что мы просили не давать наши адреса, как-то им удавалось это узнать. Однажды вечером в квартиру сдался звонок, открываю, стоит мужчина с чемоданом и говорит, смотрит на меня и говорит, я с женой развелся. И чемодан потихонечку просовывает в дверной проем. Я думаю, нет, что-то здесь не так. Я говорю, подождите, вам кто нужен? Он называет мое имя. Я говорю, а я-то чем могу помочь? А сам думаю, я у вас жить буду. Должно быть продолжение фразы. Он говорит, я вам все расскажу, то пустите меня. Он зашел, оказалось, он сам действительно развелся. Жена сказала, ты не будешь видеться с ребенком, пока у него не появится компьютер. Он кандидат биологических наук, никогда не держал паяльник в руках, но сделал настолько аккуратно, все, я просто удивился. Я говорю, и что не так? Я смотрю, все работает. Он говорит, с магнитофоном не читает, программу не пишет. Посмотрел магнитофон, он купил новый, опломбированный. Я говорю, давай вскроем. Вскрыли, а там к выходному разъему ни одного провода не припаят. В общем, починили, все заработало. Семейная жизнь там вроде начала налаживаться. Но потом жена, как в сказке Пушкина, попросила еще чего-то. Вот такие случаи. Да, компьютер, телевизор ВЛ-100 маленький и магнитофон. Нет, те были иные времена. А вскоре налаживается промышленный выпуск. Это тоже очень странный такой момент был. Я не знаю, почему мы туда попали. Это такой Леонозовский как он называется? Вагоностроительный завод. Электромашиностроительный. 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 в общем, там делали радиолокаторы, еще что-то. Сугубо военные предприятия. Как мы туда попали, я не очень понимаю, но попали к директору этого завода. и попали с этой РК-86 и с одним из этих вариантов. И как ни странно, мы врубили в его телевизор, который стоял в кабинете, и оно заработало. Обычно визит-эффект, все такое. Он так почесал затылок и говорит, а тогда ведь была та же тенденция, о которой сейчас и Путин говорит, что если военно-промышленные предприятия, пусть оно и для быта что-то выпускает. О, я это буду делать. Конверсия, да? Конверсия. Ну да, конверсия. Ага, я это буду делать. А мы так скромно говорим, ну вот понимаете, вот эта микросхема в Советском Союзе не выпускается, и вот эта пока еще не выпускается. На что он сказал, ну и что, я куплю ведро микросхем на Западе и буду делать. Это решение нормального руководителя. И Леоназовский завод производит собственно микрошу. Да, именно так. А почему такое название, кстати? Когда-то в 1984, наверное, год был конкурс, вроде бы, на компьютер для школы. А, да, да, было такое. и мы Витя Панов, наш третий участник, предложил такой микрокомпьютер школьный. Получилось микроша. Да, вот это вот. Он у нас тоже в углу стоит после лекции. Друзья, если кто хочет посмотреть. Ну, в общем, это забавный такой раритет, о котором многие знают. льду они, но вот кроме этой микроши, вот я, мы еще там на Ульяновском радиоламповом заводе выпускали что-то такое, что послужило потом мне источником для своих дальнейших дел в 90-е годы. Это каким образом? Чего? Это каким образом? А я, значит, наступили 90-е годы, когда я там три месяца получал вот эту огромную зарплату, потом бабах и вообще полный нуль. И вдруг появляется некий армянин по фамилии Бабкен, это до сих пор помню эту фамилию, и говорит, а вот не могли ли вы сделать игровой автомат бля-бля-бля? Ну, ребята, игровой автомат, а что там? Ну, вот надо ящик сделать, что-то, сё. И тут это происходит вот в тот момент, вы, наверное, этого не знаете или не помните, когда стреляли по Вильнинской телебашне. Это вот это 91-й, наверное, год? 93-й. 93-й, да? Вот. И он говорит, о, поедем в этот самый Калининград, я вам покажу, чего там, чего мне там надо. нет, если в Калининграде, то 91-й, да, 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 нет, 91-й, поедем туда, и я вам покажу, что мне надо, и так, ну, я не вру, не в Калининграде, а в Калининграде, да, ну, там рядом это всё, вот. Ну, и мы, сначала я почесал затылок, я вообще, по идее, был такой маменький сыночек, ну, в некотором смысле, вот, и мне как-то это страшно туда ехать и так далее, а он говорит, да ладно, поехали, ну, и в конце концов, почему-то я решил, что надо ехать, там, по-моему, я с горшком, ну, в общем, мы туда помчались сначала на поезде до Риги, а потом через эти все прибалтийские три республики до этой самой Клапиды, и показал он автомат, ну, и что мы сказали, мы это сделать сможем, и вот те платы, которые выпускались на Ульяновском, этом самом заводе в 90-е годы уже никто нифига не покупает, мы купили, я помню, целый контейнер, контейнер дошел до Москвы, да, и в одной из квартир в Москве мы квартиру сняли, все как надо, мы там это самое, развернули производство вот этих плат для микроконтроллеров, то есть получилась удачная игрушка, все как надо, но, вот, и тут опять, чтобы вы так понимали, что такое 90-е годы, те, кому мы продавали эти платы, ну, по крайней мере, один из них, фирма такая, фамилия она называлась, он говорит, слушайте, ну, давай у меня под моей крышей будешь работать, а я говорю, да нет, я сам, тра-та-та-та-та, поговорив про я сам, через некоторое время вдруг нам подваливают бандюги и говорят, все, мы будем вашей крышей, вы тут не петюкаете, сидите и молчите, ну, я испугался и сразу сказал, ну, ладно, я в твою фирму поеду, а потом оказывается, что он на нас и наслал вот этих самых, ну, вот это вот те самые смешные, как сейчас кажется, годы, когда мы это все делали, ну, и, в общем, мы довольно прилично заработали на этом, причем вопрос, вот опять, тут уже деньги появились, вопрос был такой, слушай, а сколько вам в этом журнале радио заплатили, я на самом деле, честно не знаю, я пожал плечами и говорю, я не знаю, по-моему, настолько, что не знаю, настолько мало, что я даже и не знаю, не помню, но зато ты теперь все с меня получишь, и он был прав, вот, это вот те самые странные, ну, сейчас уже трудно представить, какие это были годы, а потом, через некоторое время с запада хлынули платы итальянские, буржуйские, ну, и мы тихонько загнулись, и я опять побрел вуз преподавать. И вы сейчас преподаете, насколько я знаю? Ну, да, это уже другой вопрос. Сергей Николаевич, а вы чем теперь занимаетесь? Ну, я тоже преподавал, до 2012-го, у меня там младший сын защитил диплом, я ему говорю, сын защищал у меня диплом, я был у него руководителем, я помню, я ему говорю, Тёма, ты бы сходил купил папку для диплома, он так посмотрел на меня и говорит, папка для диплома у меня уже есть. Не, ну, это все нормально, вот тут еще был вопрос про Лейпциг, значит, там очень забавная ситуация, вот, ну, опять, чтобы вы понимали, как это все было устроено, значит, за рубеж мало кто выезжал, это было такой железный занавес и все такое, вот, мало кто выезжал, и вдруг нам предлагают вот с этой микрошей, ну, мне, по крайней мере, в Лейпциг, ну, я там с удовольствием, но в Лейпциг, значит, мы туда едем следующим образом, сначала три месяца монтаж, всего, это был советский павильон, это бывший танковый завод, и вот там надо все было монтировать, мы там, потом две недели работы-выставки и опять демонтаж и в Москву, и того, там несколько месяцев были, и никто из этих внешнеторговых работников ехать не хотел, они говорят, фай, этот Лейпциг, это так они Лейпциг называли, этот Лейпциг, мы не поедем, и поэтому туда нас, вот, из вузов, там еще кого-то засунули, чтобы мы там чего-то делали. А вы только за, по всей видимости. Чего? А вы только за, по всей видимости, только рады. Ну, естественно, зарубеж, там, на такое большое время, это вообще супер. Ну, а насчет всяких там блатных и прочих, значит, приезжаем мы туда, и, значит, там уже все там развешено, красивые картинки наверху, и, значит, текст на немецком языке такой, значит, Красноярск, а эта выставка была посвящена этот отдел Красноярскому краю, Красноярск, поместье Ленина, где он был в таких-то годах. Значит, переводчик из этого самого, из Пельхановского института, посмотрев на это, говорит, ребят, вы что написали-то? А там поместье или деревня, ну, видим, в английском, в немецком языке это, ну, некие нюансы. Они ему говорят, сиди, не твое дело. А что он говорит, ну, я-то сейчас сюда сяду, вот на сколько вы потом взялись. Ну, после этих слов они бросились звонить в это самое посольство, те тоже говорят, вы что там, обалдели что ли? И мы всю ночь перебивали эту надпись, это вот те самые времена, которые называются Советский Союз. И еще про то, что все-таки мы не самые последние дураки, дураков вообще везде много, значит, рядом с нашей Микрошей поставили большой-большой станок для сверления печатных плат. Это значит, там много этих шпинделей, все крутится, все лопит. нас-то послали из ВУЗа, а из Красноярска послали какого-то первого секретаря обкома, или не знаю, но он, естественно, ни уха не рыло, поэтому нам пришлось быстренько изучить, как это все работало, ну, и мы там немцам это то, что показывали, они говорили, ой, как интересно, как хорошо, и все нормально. Ну, а у меня была еще переводчица, кроме вот этого Флейхановского, такая мадам, которая, которая, которая там диссертацию изучала в Германии, и вдруг приходит к нам такая бумага, вот, зря вы тут сидите, вы должны ходить по другим павильонам, узнавать, что там у них нового, писать, но это чисто КГБшная такая бумага пришла, но мы сидели-сидели, ну, ладно, пойдем. Значит, приходим в немецкий в какой-то там павильон и видим, о, Боже, стоит точно такая же свирильная штука, которая это делает, а наша, вот эта, мадам, которая фамилия Комарова, она, значит, купила там совершенно хоть безумный плащ, ну, с моей точки зрения безумный плащик, вся из себя такая, условно говоря, распуфыренная, подходит и рассматривает, и все немцы сбежали, вот такая красивая девочка пришла и так далее, вот, и все окей. И вдруг она спрашивает, а какая точность двойного позиционирования? Их смело всех, и уже больше никто не вышел. Это вот такие сцены лепцига. Понимаете, это был год почти перед перестройкой, и никто не подозревал, что будет. Немцы все интересовались, какая новая модель Ладовый будет выйдет, выйдет там на... Ну, в общем, вот даже близко не было. Но у нас была куча брошюрок, одна брошюрка с речью нашего премьер-министра, на съезде, а другая с космическими картинками. Так вот, речь Горбачева оказалась очень популярной, а мы-то думали, что вот эти картинки, потому что все-таки немцы чувствовали, что при всем, при том чувствовали, что что-то произойдет. Что это скоро будет раритетом. Да, и речь эта вся разошлась мгновенно, и мы... Но мы этого еще не понимали. Это было за 4 или за 3 года до... Геннадий Вадимович, Сергей Николаевич, давайте, наверное, дадим возможность аудитории задать вопросы. Спасибо вам большое за прекрасный рассказ. Да бестолковый, бестолковый. Да, за бестолковый. На самом деле рассказов, наверное, не на один такой вечер. Ой, да. Друзья, если у кого-то есть вопросы, поднимайте руки, вам дадут микрофон, и обязательно задавайте их, пожалуйста, в микрофон, чтобы они попали в запись. Спасибо. Вот тут те люди, которые не смогли, к сожалению, присутствовать, просили меня задать этот вопрос. Почему использовалась недоставаемая вообще микросхема видеоконтроллера ВГ-75? При том, что буквально год до радио 86 появился специалист, в котором видео было сделано на рассыпухе, и у него даже было больше возможностей по графике. Такой вопрос. Специалист появился позже, мы это делали в 84-м. А появилась эта микросхема у нас была, американская. Ну, а потом рассыпуха, тогда бы это было не такое, а вот такое. Это в том-то и дело, что нельзя было обойтись без нее. Вот только поэтому. Ну, сегодня, когда на ESP-8266 весь этот компьютер помещается, конечно. Ну, да, это можно так говорить. А тогда это, ну, как это, как это можно было на рассыпе? Это много. Это почти столько же элементов, как и основная. Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваш рассказ. У меня такой вопрос. Вот современное производство микроэлектроники и разработка преимущественно ведется там на языках описания аппаратуры. Это все там многократно тестируется, и на плисы загоняют, и целые команды верификации это все смотрят. и все равно добиться First Silicon Success, когда там микропроцессор приходит с фабрики, в нем каждый компонент работает, не получается. А в ваше время таких там инструментов тестирования, отладки еще даже не было. Как вот у вас был организован этот процесс в процессе разработки? Может быть, вы можете вспомнить какие-нибудь такие особо коварные баги, с которыми вообще что-то встретиться? Могу вспомнить осциллограф польского производства весом килограмм 50. Больше ничего не было. Да. А потом вообще и во всем мире ничего не было. Было эти самые внутрисхемный эмулятор, который стоил безумные сотни долларов. Поэтому это все было не так просто. Ведь смотрите, гораздо позже в микроконтроллерах придумали средства отладки, которые уже в нем забиты. А тогда ничего похожего. В общем, все как-то так. Ну, мы, слава Богу, не разработчики микросхемы. Нам было куда откнуть чупа. Да, это вот. Это сейчас, в общем-то, никто из студентов даже не представляет, что такое осциллограф. К сожалению, к великому. Да ладно. Есть. Вон сидят мои студенты. Запросто откнут куда угодно. Но никто, я имею в виду, не пять человек из сотни. Конечно, конечно. Добрый вечер. Большое спасибо за рассказ. Я вот здесь нахожусь. У меня вопрос, скажем так, про деньги. Готовился, когда к беседе, читал статью, что заслуга радио в основном, что стал массовый компьютер для любителей. То есть, человек мог собрать и сам и сделать. При этом промышленность в качестве массы предлагала Агат, который стоил 4900 рублей. Это стоимость от мобилей Запорожец или половины Жигулей. По прикидкам, сколько стоило собрать радио 86? Насколько это было дешевле и доступно для любителей? Мы брали взятки микросхемами, поэтому в рубли перевести трудно. Из наших исторических умозаключений порядка 180 рублей для самостоятельной сборки. Это если покупать радиодетали, как Иван Васильевич меняет профессию с пиджака. До 200. Смотря, где вы находились. Это про Москву речь идет. Если вы где-то были в глубинке, то, скорее всего, пришлось бы собирать компьютер данной расцепухи, заменять какие-то микросхемы на более сложные узлы, собранные на транзисторах или на микросхемах. А так порядка 180, порядка 400-450 рублей стоил собранный компьютер, когда их начали конверсии выпускать. То есть, вот примерно такой порядок. Ну, то есть, это было доступно абсолютно. ЕС-1841 на тот же год, на то же время, это персональный компьютер PCX-TITS на от 17 до 25 тысяч рублей. То есть, понимаете, это 3-4 квартиры в новых чремушках. То есть, это неподъемно для домашнего пользования. Но, в принципе, не забывайте вообще про стоимость изделия. Если вот эти самые начало 90-х годов, там дисковод стоил тоже безумные деньги опять квартира. А вот микросхема, я думал, картинка, но неважно, микросхема памяти с ультрафиолетовым стиранием, которая была в этом комплекте, мы ее сожгли. И тут же посчитали, да, я говорю, шуба жены. Ну, вот я помнил вот эту цифру шуба жены. То есть, это вот та микросхема, которая вот с окошком. Добрый вечер. Можете ли дать совет тем людям, которые сейчас там что-то пробуют напаять на коленке или работают в разработке устройства или студентам как начинающим? Понятно, что времена разные, но... Совет простой. Ничего не паяйте. Программируйте. Ну, как же так? Принципиально, да. То есть, вот смотрите, значит, до сих пор читаются курсы типа автомат Мура, автомат Миля, как синтезировать схему там. Ну, в общем, вот такое все. Все довольно сложное в смысле схемотехнические. Однако, если нормальный человек сейчас будет работать, он никогда не будет этим заниматься. Он возьмет или микроконтроллер, или ПЛИС, где все это опишет на каком-то языке, это будет совершенно другая технология. Но вот преподают до сих пор вот так. И никуда ты от этого не денешься. Потому что, во-первых, каждый из нас преподает то, что он знает, а очень многие, которые там где-то остановились... Вот, например, вот мы тут обсуждали вопрос ПЛИСы. Значит, наш ректор, уважаемый, решил проверить, а какие там языки и чего читают. Пах-пах-пах-пах. А? Верилок. Это что такое за язык? Нафиг вы его читаете? Ну, вот, пример. Это вот самый-самый. А значит, и все остальные. Так что, ребят, а совет, ведь, понимаете, сейчас больше и программировать, или заниматься системой техникой, то есть датчики и все такое. Интерфейсы... Экран, РК. О, а! Это вот этот. Нет, если... Вы промажете? вот этот вот, оставь. Не презентацию, эмулятор. А, чего ты... А, вот сейчас... Мы действительно забыли, Сергей Николаевич хотел показать что-то на эмуляторе. По-моему, это ответ на вопрос. Вот смотрите, программы бессмертные. Вот эту программу я писал в 86-м году. Я не ожидал ее еще раз увидеть. В принципе, и компьютеры бессмертные. Современные железы позволяют эмулировать все прошлое. поэтому лучше писать программы. Такое мое мнение. Нет, и заниматься, так сказать, ну, не разработкой, а стыковкой всяких датчиков к этим самым плисам и микроконтроллерам. Это совершенно такая важная и очень штука. Интерфейсы смотреть, какие бывают. Вот это вот то, что сейчас надо. но отнюдь не с помощью паяльника что-то там пытаться делать. Спасибо. Здравствуйте. Я бы хотел выступить немножко в роли рояля в кустах. Я бы хотел спросить вас про то, как вы прикручивали носители, а именно магнитофон к собственным компьютерам. Ну, в общем, это давайте. Потому что дисководы дисководами, да, но подавляющее как бы в массу он пошел в связке с магнитофоном. Естественно, никаких дисководов ни у кого не было. Понятно. Давай, Сережа. Ты у нас главный по магнитофону. Выяснилось, что на магнитофон можно записать нули-единицы. Вся проблема была потом как считать. Вот и вся. Нет, были перепробованы масса методов и найден был фазовый метод, когда кодирование идет фазой сигнала. Оказалось, очень надежным. В принципе, как и на гибких дисках. Больше так особо нечего рассказывать. Я другое расскажу. Как всегда, не совсем такое. Значит, когда вы поставите на магнитофон вот эту запись, он начнет ужасно урчать, свистеть и все такое. понятно. Цифровая запись на слух это просто какие-то бжу-жу-жу-жу-жу. И так в Загорске Сергиев Посад или как он там назывался раньше на заводе, который делал вот эти С-300 делали моя жена работала и еще кто-то там ну в качестве прикомандированных и я ей однажды вынув эту кассету перепутал и вручил. А тогда секретность все такое и на выходе она кому-то там ее отдала и на выходе эту той, которую она дала заловили что у вас в сумке кассета поставили кассету а там журчит все шпионка иначе вот слава богу что у этой девушки был муж военпред они тут же забегали но не отпустили не так все просто изучили и потом отдали кассету и девушку вот этот вариант такой был это смешно но это опять советский союз это опять те времена все жутко секретно и все это значит есть сейчас анекдот значит железный занавес когда он рухнул куда делся материалы на строительство железных дверей в домах так так что это вот не это вот времена те такие но с другой стороны мы не чувствовали себя вот какими то вот то есть на вопрос как вам работало можно ответить нормально то есть никаких этих особых проблем нет вот потом когда уже я там чуть-чуть в доцентах там подрос меня уже начали посылать в Финляндию это еще до того момента когда железный занавес приоткрылся то есть уже вот как-то так это стало попроще Финляндия меня убила вначале я выхожу на улицу и вдруг вижу едут пацаны или там девочки маленькие у всех сотовые телефоны а у нас сотовый телефон стоил вообще безумные деньги был такого вот размера а оказывается прошло несколько лет и у нас стало все то же самое друзья еще вопросы да вопросы я бы хотел аудиторию спросить а сколько пользователей радио 86 РК поднимите пожалуйста руки кто пользовался я думаю что я один а я тоже балдею увидев это я хочу внести ясность что на самом деле комплект стоил 170 не знаю 174 что-то такое рублей потому что он был мне подарен на день рождения в 80 наверное восьмом году вот поэтому я хотел бы сказать спасибо за наше счастливое детство компьютер был замечательный да к нему пришлось и как бы припаять его пришлось и настроить и мне самая большая проблема была конечно то что у магнитофона была плавала скорость зараза на 302 как она там называлась электроника 302 ну понятно понятно отвратительный магнитофон это экземпляр такой и спасибо за звук ваш компьютер издавал очень хороший ну я про это и говорю и поэтому эту девушку бедную арестовали нет за звук то что на нем можно было написать программу и он играл звук я имею ввиду вот этого ну понятно так что спасибо через вывод прерывания вы имеете ввиду понятно ой попробую ты покажи эссен значок если я смогу переключить раскладку буквально два маленьких таких вопросика во первых хотелось бы поблагодарить вас спасибо что пришли очень приятно очень неожиданно даже вот и давно хотел ждал подобной встречи вот и вопрос такой хотелось бы от вас ну как бы такого небольшого публичного ответа по поводу копирайта то есть даете ли вы согласие на то чтобы вашу конструкцию кручили то ли поперек переделывали и так далее ничего бы из-за этого не было это первая такой мысли не было мои слова такого не знали не знали да авторские права нет в книжке да мы видели там иногда знак появлялся а то что это вот это имеет какое-то значение то есть можно естественно ура спасибо вот и вопрос такой второй немножко исторический как так получилось что орион 128 вас опередил у вас были какие-то мысли по развитию дальнейшему 86 вы знаете мы с Геннадием Вадимовичем простые советские просветители компьютер был вторичен нам хотелось рассказать что такое информатика вычислительная техника а это был так сказать экспонат вот рядом стоящий поэтому не было у нас планов развивать восьмиразрядную серию мы там пытались делать 16 разрядную да именно пытались а потом а потом поняли что ни к чему для записи из зала просят поподробнее рассказать про работу над 16 разрядными машинами пришли новые люди пришел еще один студент никаких комплексов и решил сделать обеем писи не имея ничего кроме процессора восемьдесят восемьдесят шесть ему это удалось такой компьютер был в нескольких экземплярах изготовлен а потом наступила перестройка да тут уже те годы это вот те годы когда все плавно рушилось и только те кто там занялся игровым бизнесом в смысле игровыми автоматами вот те в общем-то в то время я дачу построил да вот но тут тоже вот когда говорят я хочу чтобы вы там это отлично понимали когда говорят про вот эти платы для игровых автоматов там начинают говорить а вот там для хозяина значит там в общем странная психологическая ситуация если значит от оборота полного ну что такое полный наоборот это значит одни проигрывают другие выигрывают и вот если от этой суммы вычисляется больше чем 10 процентов играть никто не будет вот почему так это неизвестно то есть это чисто психология настолько психология что в принципе генератор в смысле вот эта игрушка любая там ну покер у нас покер очень хорошо получился и на нем мы как раз и сделали остальные ну как музыка то есть ты можешь песню написать и никогда не будешь знать будут ее петь или нет точно так же и покер вот покер у нас получился что надо но там должен быть кривой генератор случайных чисел а для чего опять-таки человеческая психология абсолютно неоцененная приходят некоторые люди которые даже не знают слово вероятности но при этом он наблюдает и начинает почему-то выигрывать вот у него так мозги устроены что наблюдая он где-то там вот эту кривизну этого самого генератора генератора случайных чисел начинает понимать и выигрывает таких мало но они с виду обыкновенные обыкновенные а вся остальная масса говорит он выиграл а я почему не могу и вот именно тут смысл чтобы он был настолько кривой чтобы вот некоторых процентных играющих выигрывало а другие лохи и бог с ними это вот но при этом вот эта странная цифра сначала это было 10 а теперь вообще там процентов 7 всего-навсего должно уйти хозяину если больше то ку-ку ну и там еще ведь такой момент ты можешь написать хорошую программу совсем но с тобой никто не будет связываться потому что ты можешь заложить там закладку куда-нибудь положить и и получить деньги вот когда ты вот это я про себя уже когда ты наработал реноме и уже все знают что это он так не сделает вот тогда у тебя будут покупать эти платы и еще момент значит появились столбы такие вот это опять психология вообще все такое и тот самый век 90-е годы небольшая платка там надо угадать цифры ну в общем какая-то такая полная фигня и как правило из там 10 платок у нас штуки две всегда как бы не работали то ли не работали на самом деле то ли эти там жульничали которые там с деньгами все это связано вот ну и мы так по несколько штук продавали и вдруг однажды приходит такое рыло большое и говорит ой я вас покупаю сотню мы посчитали доход выше крыши но ведь он же нас потом убьет но жадность фрая разгубила мы продали вы знаете ни одной претензии потому что он их купит для того чтобы перепродавать а уж к нему с претензией никто не обращался это вот ребята 90-е годы веселые годы еще один вопросик по поводу зарубежных компьютеров вот именно те года когда разрабатывался вот микро 80 и радио 76 что-то вы слышали ведь наверняка же журналы иностранные читали да еще что-то вот там те же apple да те же там какие-то еще компьютеры которые мы слышали конечно на уровне названий и красивых картинок никак не повлияло да это на разработку не повлияло как же никак расскажите поподробнее я не знаю я не знаю что там повлияло не ну чисто психологически что можно такое сделать конечно когда видишь что это возможно тут появился Синклер Синклер который впервые мы вот увидели что вот вот такая штучка есть называется Синклер вот его привез из Англии один уважаемый доктор наук и всем нам показывал а мы все вот так вот рты развивали это как раз чисто психологически действовало очень сильно мы понимали что вот это сделать нельзя потому что нет такой элементной базы то да сё но все равно мы разбирались как он устроен как там картинка появляется ну потому что там специфика определенные есть а потом эти Синклеры стали уже в Зеленограде выпускать делать но это уже там через некоторое количество лет извините микрофон пожалуйста вы увидели в каком году Синклер ну вот в те же годы 78 нет 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 нам дали посмотреть не спектру а за x81 именно глядя на него мы поняли что можно на 8 микросхемах сделать но у нас не получилось до 8 на 28 нет ну Синклер когда он привез оттуда 82 год 82 ну наверное да это я сюда загнул 82 год это был такой международный институт СЭБовская организация и этот мужик этот доктор наук туда-сюда ездил то в Лондон то обратно и поэтому он иногда что-то привозил здравствуйте очень большое спасибо за рассказ хотел бы на фоне вашего огромного опыта узнать на фоне выхода процесса долгожданного 7-летнего Эльбрус 8СВ нашего российского производства как вы видите вообще перспективы этой отрасли в современной России полупородников я лично радужно вижу что скажет Геннадий Владимирович я не знаю а я вижу что его здесь производить нельзя и поэтому не очень радужно спасибо а потом один из авторов этого ну изначальных некто Бабаян он же давно уже в Америке работает на фирме Intel и ему кстати когда он туда попал очень не нравится оказывается там работать надо это у меня просто есть знакомый вот кстати эти знакомые вот тоже очень забавный такой Дмитрий Лукьянов был который нас мы там публиковали в радио эти статьи а он нас все время критиковал безбожно при этом ну он такой молодец мужик вот и а он из семейства где там все доктора профессора и его устроили на московскую представительство фирмы Intel он сидит очень умный все знает все понимает всех в командировку в штаты посылают а его нет этот самый начальник американец он подходит однажды к этому начальнику своему американцу и говорит а почему меня-то не посылают а он говорит а зачем ты и так все знаешь но в итоге потом он все-таки стал работать начальником отдела на фирме Intel и в общем вот что-то только не бывает в этом мире но начинал он с критики вот наших публикаций добрый вечер спасибо большое за интервью очень интересно я когда был маленький у меня не было такого компьютера но я читал журнала радио и прям очень-очень ну мне ребенку было очень интересно что это за компьютер такой но к сожалению у меня не было у меня появился спектром но я не об этом хотел задать вопрос такой вот вы рассказываете об элементной базе то что вы доставали какие-то западные американские или какие-то другие микросхемы расскажите какие каналы ну говорят что очень сложно все это было доставать какие каналы какие способы откуда вы добывали эти микросхемы и самое главное откуда вы брали документацию к этим микросхемам значит я же что скажу во-первых доставать их было практически нельзя это а документации сколько хочешь мы они всегда публику публикуют эту документацию они привозили вот эти каталоги где все описано в союз для того чтобы мы покупали у нас каталоги выпрашивали на выставках просто воровали просто воровали да это вот это все было а вот приобрести это никто не мог даже директор вот этого леонозовского завода который говорил ну ладно я так и быть ведро микросхем куплю но не более того вот это было это и хорошо и плохо с одной стороны это хорошо что приходилось разрабатывать собственные микросхемы аналоги а плохо ну потому что если бы то это было быстрее так и второй вопрос который вытекает из первого когда советские вот ученые разработчики инженеры они разрабатывали советские аналоги западных микросхем вот расскажите насколько вот этот процесс знаете ли вы какие-то истории связанные с этим то есть они где-то брали импортные микросхемы и реверс инжинирингом делали советские микросхемы я так понимаю ну во-первых они делали точно так же как я в самом начале сказал передирали в смысле это это раз во-вторых я не знаю как насчет микросхем а насчет вообще вычислительной техники это же тоже не очень все объективно значит в советском союзе было устроено так что работала ну по крайней мере пяток генеральных конструкторов которые делали различные различного вида машины в 1965 году я окончил МИЭМ и был распределен ИТМ и ВТ институт точной механики и вычислительной техники точной механики потому что сначала думали что это типа калькулят ну понятно вот и там везде висело такое радостное сообщение что машина БЭСМ-6 сдана в эксплуатацию и всем мировым сообществом была признана как лучшая европейская ну не американская я не знаю как американская лучшая европейская машина вот это 1965 год то есть мы в общем-то там не очень-то отставали в этой самой технике но дальше когда IBM 360 заполонила мир заполонила это самое программное обеспечение которое стояло и эти наши умники сказали да ладно с этой БСМ-6 это такое ББ давайте делать ЕС стали делать вот эти громадные машины ЕС 10 1045 10 5 ну в общем вот такие вот они назывались вот значит зачем затем чтобы структуру сделаем точно такой же как в IBM IBM 360 и поэтому мы туда сможем запихнуть все не санкционировано конечно все программное обеспечение которое на них стояло вот и все и тут такая техника наша изогнулась спасибо я дополнить немножко где-то в конце 70-х в командировке в НПО кристалл в Киеве я приоткрыл дверь и вижу большая комната весь полз застилен фотографиями ведь я тоже видел вместе видел и ползают девочки на коленках и линейка измеряют затворы проводнички ползают мы с ними разговаривали какие проблемы то у вас проблема только одна колготки быстро рвутся а колготки был страшный дефицит ну кстати это шутка такая а на самом деле кроме значит маски и трафарета надо в некоторых местах там происходило лидирование для того чтобы это самое быстродействие там увеличить тут уменьшить чтобы все работало и поэтому когда они первый раз передрали эту микросхему один к одному то выяснилось что часть команд не работает часть работает и вот мы это усеченная система команд такой термин придумали мы мы покупали и начинали вот когда советские образцы именно с этого был значит американский образец и вот это советский вот но ведь понимаете судьба ведь мы могли же со самого начала пережечь первый этот самый 80-80 тогда вообще бы ничего и жизнь пошла по другой колее ну вот как это поэтому я очень верю в судьбу давайте еще один вопрос послушаем здравствуйте спасибо за рассказ у меня возник вопрос я здесь вы сказали про первую персональную машину которую в Ленинграде сделали какие-то то ли немцы то ли русские я видел не совсем в контексте можете объяснить поподробнее почему у них двойные имена и откуда они взялись где работали а фон браун откуда взялся это два советских разведчика иностранцы после того как они были близки к раскрытию их эвакуировали назад они там занимались вычислительной техникой и здесь тоже они получили русские имена и работали я не знаю по-моему до конца 70-х это малоизвестная история но интересно есть такое место в Германии называется Пенни-Мюнбе это большая большая ракетная база где делали немцы ракеты так вот наши войска успели туда прийти раньше чем американцы и поэтому туда послали кучу специалистов которые должны были передрать переснять и так далее все и причем специалистов разных одни конструкцию сдирали мерили с точностью до миллиметра как станки устроены и вот если это технологическая вирочка давайте тоже и у себя сделаем то есть чтобы полностью в Советском Союзе начать производить то что делали эти самые немцы а другие рылись в документации ну и появились у нас новое вот это направление теория автоматического регулирования это там был такой Солодовников все железки а он привез кучу материалов написал кучу учебников я был знаком с этим Солодовников очень интересный мужик ну вот вот так вот друзья к сожалению у нас заканчивается время большое спасибо геннадию геннадию вадимович сергею николаевич за то что были с нами геннадию